И всем привет, с вами я Леонид, и мы сегодня продолжаем играть в игру Рим Тотал Вар, и на данный момент у нас идёт битва за Византию. Как вы можете заметить, нас брутно атаковали, штурмуют Византию. Напоминаю, в Византии у нас огромные каменные стены имеются. Противник на данный момент обладает такими вещами, как таран, две башни и лестница под коп. Лестница есть, но использовать её не сможет, поскольку лестница должна быть огромной. А сделать настолько огромную лестницу проблематично, потом неудобно и бессмысленно, потому что пока ты заберёшься на эту сену, ты помрёшь. И помрёшь её не один раз, как в физическом плане, так и в духовном, потому что ты устанешь забираться на эту самую стену. Сюда вот я сейчас буду выставлять армию свою, пожалуй, на площадь. Только перед этим у нас здесь прохода не будет, потому что если мы вот так сделаем... Хотя нет. Просто обычно такие проходы особо не бывают, потому что тут тупик, всё-таки. Да и здесь. Как-то непонятно. Ну ладно. Будем стоять вот здесь, в таком случае. Да, блин. Благородная кавалерия будет находиться в этой области. Обычные скифские конные лучники будут находиться с другой стороны. Вот эти вот замечательные скифские конные лучники. Войны с секирами будут стоять вот здесь вот. И отряд гоплитов наёмных. Точнее, один гоплит будет стоять в той области. Подкоп находится у нас вот тут, с правой стороны. Вот он. Я выставляю в таком случае отряд лучников сюда. Потому что подкоп их задевать всё равно не будет. А я постараюсь сейчас ещё и расстрелять этот самый подкоп, чтобы не тратить свои кровные деньги на ремонт потом стены. Потому что ремонт обойдётся примерно в тысячу золотых. Как вариант, конечно, то, что противник так и не воспользуется этим самым подкопом. То, что в принципе и происходит. Так, и ранее когорт легионеров. Давайте умирайте. И вот, пожалуйста, мы по факту почти ничего не делали. Противник уже потерял 10%. Он всё теряет и теряет. И теряет с огромной скоростью. Потому что вот здесь вот, к примеру, ранее когорт легионеров вылетает просто на ура. Очень быстро. Вот здесь вот, ранее когорт легионеров, который стоит в черепахе, тоже вылетает. Да, конечно, у них скорость смерти теперь уменьшилась. Но они всё равно сливаются очень быстро. Потому что в них стреляет эта башня. Я стреляю. И противник ещё и забаговался. Ха. Нормально. Он умирает, но не забирается на башню. Классно. Обожаю это. Но тут, блин, это безысходность для противника. Он же проиграл. Потому что пока он заберётся, когда он решит забраться, он потеряет уже половину армии. Как минимум. А то и больше. Ладно, пока паузу сделаю. Посмотрим. Итак. Смотрим. Результат. 17 человек. Ну, ещё погибнет 1 человек. Здесь 2 человек. Здесь где-то 4. Ну, и ещё тут немножко. Стоит всё. 5 где-то. 5-4 человек. И вот основная уже фактически армия брутов. То есть, такие огромные, большие каменные сены. Это огромный плюс. 339 воинов. Из этих где-то 309 человек будут убиты только башнями. То есть, вы понимаете разницу всё-таки между обычными деревянными и вот такими огромными стенами. Вот если мы перегам сейчас будем пытаться захватить, я помру 100 пудов. Потому что у меня 1 отряд только пехоты, 2 отряда конных лучников и ударной кавалерии у противника как бы. Гоплеты ополченцы. Ладно, их и расстрелять можно. Но только вы видели результат против 500 человек брутов. А теперь берём 1 отряд воинов с секирами. Потом отряд пельтасов, которые обкидает нас, так или иначе. Генералы повстанцев и героическая кавалерия, которые... Ну, такая специфичная. На самом деле. Не, конечно, попробовать можно, кстати. Но, блин. Если я буду сейчас сделать автобой, это 100 пудов будет с поражением. У меня банально он... Просто, чтобы вы понимали, перед тем, как я начинал видео записывать, я до этого брал... И это... Автобой запускал. Я запускал автобой, и я проверял то, как всё идёт. И он мне выдал такую картину замечательную, что я это проигрываю. А тут я выиграл. Ха, классно. Понимаю. Не, ну, это вообще круто, то, что я выиграл. Деньги. Деньги, власть, богатство. Армия. Постройка новых зданий. Прокачка воинов. Переобучение воинов. Старых. Найм новых ещё воинов. Местами. Вот. Ещё лодочку сюда. Вот здесь вот полная перестрояка идёт. По факту зданий. Нанимайте, к сожалению, особо никого не могу. Поэтому лодку возьму. Чтоб что-то было. Византия. Ну, пока особо ничего. Херсонес. Вот, кстати, не удивляйтесь, если в этом видео, если не ошибаюсь, Херсонес станет мятежем. Я не помню. Я в одном из городов взял, сделал такую вещь. Ход конём, так сказать. Влупил максимальные налоги. Да, здесь. У меня просто 13 тысяч. Надо эти 13 тысяч укоротить. Укоротить можно как раз выразом всех людей. У тебя общественный порядок так увеличится. И проблем как бы поменьше станет. Это как бы офигенно, конечно, но с другой стороны это и проблематично. Немножко становится. И такая неприятная немножко ситуация бывает. Потому что вроде как одно Кирошо, другое плохо. Но это же и складывается в другое. Ну, вот такие вот Прекерасын каротины вылазят. Так, а где нам сделать наимвойнов в огромном количестве? И отправить их на германцев дальше. 3000, 4000. Дамы 2000. Готия 2000. Маркоманы 3000. Ловозец 1000. Угу. Ну, в таком случае Готия, как бы, здравствуй. Давай нам армию строим потихоньку. Потому что все-таки вдали, и к ним маловероятно то, что придут какие-нибудь германцы. Вряд ли выбьют опять нас оттуда. Даже если и выбьют, то это не настолько кератично будет. Заберем. Кстати, в Готии очень хорошо у меня еще и доход поднялся. Но общественный порядок упал. Как обычно. Так, поселение в осаде, сопротивление подавлено. Ну все. Дамы. У тебя, да, у тебя маловато воинов, конечно. Коноклочников. Но, как бы... Против вот этой армии пойдет. Выражу их всех спокойно, быстро и без мучений. Самое главное, без мучений. Знаете, я сейчас немножко проофигел с этого. Смотрим. Скифские аристократы. Атака 9. Защита 14. Гроба отборных лучников. Ближний бой 11. На удивление. Как бы лучники. Атака у них выше намного, чем ударная кавалерия. Защита 11. Как бы... Ладно. Защиты меньше. Но, блин. У меня предштурм 10. Атака 9. И... Где тут? Вот. Мощный штурм у них. Обзоры качества. И тут даже написано в описании. Превосходные всадники бронированные копейщики. Способные разминать множество пехотинцев. Это тяжелая кавалерия. Войны завоевывающие репутации в боях. Нетерпение продемонстрировать свои... Достоинства и привлечь к себе еще больше внимания. Вот что реквадит ими. Они в спину. В спину зашли. Крупе отборных лучников. Которая их почти полностью раскидала. У меня был приказ стрелять лучниками по копеечкам. По этим лучникам никто не стрелял. Чардж прошел. И я почти никого не убил из лучника. Фактически. Просто из-за того, что начали они там добегать. Атаковать которых раскидали воинов. И они им ничего не делали. Они смогли их убить. Худо-бедно. Ну что это за бред? Ну не должно быть такого. Алло. Как бы. Где логика? Где она? Это неправильно. Такого не должно быть. Тем более в спину влетать. Там ладно. Ты пехотой вот так вот пошел. Ладно с шагом. Но ты с разбега влетаешь в строй. И почти ничего делать не можешь противнику. Типа. Большой-большой вопрос встает. Ну. Германцы что-то не планируют пока бежать. Обидно. Поскольку германцы вообще стали бесстрашными из-за генерала своего, который имеет 38 телокеренителей, они что-то... Нифига. Нифига себе. Нет, я конечно знал о том, что можно как бы с повстанцами взять, поговорить, договориться о многом. Но то, чтобы они сами пришли и предложили прекращение войны, это что-то с чем-то. Это реально что-то с чем-то. Я, конечно, не буду с ними соглашаться, потому что они себя фактически ничего особо не представляют. Ну да, Византия сейчас вот так вот сильно сбунтуется. Непонятно еще из-за чего. Когда у тебя было все настолько прекрасно нехорошо. И у тебя гарнизон был немаленьким. Но блин, реально это немножко странно получилось. Это даже не то, что немножко, а это сильно странно вылилось. Я, кстати, сейчас не удивляюсь насчет того, почему я в минус ушел. Все-таки Византия с минусом. Пирогам с минусом. Хотя, с этим бог с ним, но... Вот это вот чудо, которое появилось. Оно себе дает, как и разки, знать. Вот они, как и разки, стали причиной того, почему у меня минус пошел в экономике. Я сделал на то, пошло уже. Давайте пока в Танайс плывить. Идите. Жреца, торговца специями, цельзион раб, певец, золотой дел мастер, знаменитый воин, бывалый воин и щитоносец. Переходит под командование другого человека. Он уже в командовании две лычки имеет управление, одна и влияние две лычки. Но такой специфичный все равно генерал получается. Вопивоха, плохо. А. А, нет. На удивление. Так. Вот плохое торговец, это не очень хорошо, конечно. Но у меня тут есть торгует специями, которые прикрывают плохого торговца. И гнев плохо. Я надеюсь, все-таки его отец научит хорошим манерам. И всему-всему остальному. Потому что ему надо знать. А вот тут этот старпёр как раз спьяница вообще не нужен. И пойдёт к Танайсу. Будет помогать отбивать Танайс. В этих частях всё, в принципе, неплохо. Продолжаем свои движения. Ну, только Византи... Ну... Нет, не Византию, а... Пирога... Вроде... Отбивать. Ну и всё. Решил не показывать суббитву. Ну, вот сам результат. Треть 165 воинов убитых противник. Мною. Ну, я, конечно, ничего почти полуэрами потирал. Ну, ладно. Там просто два отряда лучников фараонов было. Которые, вы сами прекрасно знаете, имеют какую прекрасную дальность стрельбы. И с ними только благородная кавалерия может сравниться. Мои конок лучников. Во, Византии, мятеж. Классно. Давай. Сэр Матия. Где ты у нас? А? Вот этот. Нет. Вот он, наш новый генерал. Который пойдёт, пожалуй... Хотя, может, не сюда, и на египтян пойти. Продавливать их. Но я лучше пока своим землям буду подводить к пустым территориям генералов. Чтобы они сидели и давали потомство. Сто процентное. Потому что вот тот генерал 57 лет. Здесь 56 лет. Старый, да. Но есть 18-летний. Что уже радует. В Готе есть генерал 49 лет. Райкомана 63 года. Генералу. Дамы пусто. Лавазец 25. Бодавадур пусто. Бродесколь пусто. То есть вот из-за таких вот непонятных вещей. То ли мелочи, то ли не мелочи. И у меня немножко возникают проблемы. И надо как раз кище расширяться. Куда-то идти вперёд. А я и не могу идти вперёд. Поскольку неким. Неким. Как раз кище идти вперёд. Кого вести? Кем вести армию? Вперёд. Победе. Те генералы, они либо старые, либо молодые. Которые ещё даже потомство не дали. Ладно, хотя бы сына дал бы. Либо дочь. Опа. Страно. Как бы ладно с этим. Ещё как-то более-менее можно использовать такого генерала. Но если этот генерал вообще ещё никого не давал, то в таком случае лучше его не использовать особо в боевых действиях. Потому что потеряешь генерала, и фактически близость к потере рода очень высока. Потому что ты действительно потеряешь свою фракцию. Потому что при потере последнего члена семьи, ты теряешь полностью фракцию свою. Независимо от того, что имеется у тебя города, не имеются. Это не важно. И никакого значения не имеет. И это очень давно так, на самом деле, сделано. С одной стороны правильно, с другой не очень правильно. Я вот не помню, если у тебя есть дочери. У тебя какой результат идёт? Потеря, не потеря, а фракция. Но вроде потеря фракции идёт всё равно. И вот это печально. Увеличение характеристик, плюс командование, сведения торжества, сообщение о наборе, строительстве. Итоги. Осада, 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 и дальше осада. И ничего нового, к сожалению. Ладно, буду, пожалуй, на этом потихоньку заканчивать видео. Буду дальше отбиваться, подготавливать следующий материал для вас. С вами был я, Леонид. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...